Не відступай, убрати сила, всіх, що тиняк, безмерно мило. Не припиняй, завжди йди до мести. Все, выключайтесь. Не відступай, до перегляд. Друзья, всем борщ, с вами я, Василий Макаровский. Начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вчера в Украине прошли местные выборы. Зафиксирован новый антирекорд. Всего чуть более 35% избирателей пришли на участки. До этого самая низкая явка фиксировала в 2015-м 45%. Тогда год прошел после Майдана, и электорат регионалов не понимал, кого поддерживать. Сейчас, оказывается, полное разочарование властью и оппозицией. Плюс паника, связанная с пандемией. Так или иначе, судьбу страны определял лишь каждый третий из тех, кто голосует. В общем, 10 миллионов граждан определили, кто в нашей, ну пусть 40-миллионной стране, будет распределять бюджеты на местных уровнях, обеспечивать отопительный сезон и питание в школах. Чуть ранее в блоге мы с коллегами, опираясь на социологию, делали прогнозы. А именно Жан Новосельцев делал такой прогноз. И на этом фоне рейтинги слуг народа не могут не падать. И все оказалось в яблочко. Говорили, что кандидаты от партии власти проиграют все крупные города. И вот, пожалуйста, ни один представитель слуг не стал мэром ни одного города. И, по всей видимости, уже не станет. За исключением Житомира во второй тур мэрских выборов не вышел ни один кандидат от партии Зеленского. Все проиграно в этом плане, и это рекорд за всю историю украинской политической системы после 91-го года. Как видим, партия президента любит ставить рекорды, ну, сначала позитивные, ну, а потом сами видите. На этих выборах, как мы и прогнозировали, значительную долю голосов отхватили местные и новосознанные проекты. Это партия «За майбутние», партия «Пропозиция», партия «Мэров городов» и партия «Шария». Компания «Шария» оказалась, пожалуй, самой эффективной по количеству затраченных финансов и полученного КПД. Уже сейчас известно, согласно «Экзитполом», что шариевцы точно входят в горсоветы миллионных городов, таких как Одесса и Харьков, а также в городах поменьше, а именно в Мариуполе и в Николаеве. Одними из самых дорогостоящих стала компания «Слуг» и компания «Партии за майбутние». При этом только в нескольких регионах Украины «Слуги» выходят на первые места. В большинстве они едва занимают третье место. Полностью провален Киев и Одесса. А именно эти города принесли в 2019-м, всего полтора года назад, наибольшее количество голосов «Слугам по Украине». Эх, Виталику, как же вы собираетесь вести за собою место, если вы даже тик-ток вести нормально не умеете? Я покажу, как нужно. В самом Киеве королева тик-тока Ирина Верещук уверенно пролетает мимо второго тура. Пальчевский гигант мыслей и лидер подольской демократии профукал все, что только мог. Ни в горсовете, ни его партии не будет, как и в других городах. Неожиданно на второе место выходит бывший глава Киева Александр Попов. Александр Попов был неоднократным гостем нашего телеканала. В частности, тут, на YouTube-канале, вы можете посмотреть ток-шоу «Дуэль» с его участием. Отметим, что новая дуэль уже снимается. Неожиданно укрепилась и выросла партия «Европейская солидарность». А ведь совсем недавно миллионы украинцев пришли на участки только потому, что услышали от Зеленского слова, адресованные Порошенко. «Я не ваш оппонент, я ваш вырубка». «Я ваш приговор». Всем уже ясно, и выборы только подтвердили, что никакого приговора для Порошенко и Зеленского не будет. Зеленский далеко не самый плохой президент, но игры и подтяжки, которые он устроил у власти, не могут не разочаровывать миллионы избирателей. Не это, не опрос о марихуане хотели увидеть люди от нового молодого президента. И воскресные выборы – красная карточка для Владимира Александровича. Еще чуть-чуть, и вода хлынет во все щели утлого суденышка власти президента. Слишком быстро и расхлябанно в перерыве между шуточками и репризами оно было создано. Нет, это далеко не конец партии «Слуга народа», но и ОПЗЖ, и партия Порошенко уже обходят по многим параметрам партию монобольшинства. И будут раскачивать они это суденышко с двух сторон. Поляризация мнений в Украине не снята. Центр политической жизни, который голосовал за Зеленского, вряд ли уже даст ему значительную поддержку. И, наконец, партия «Батькевщина» была выбита на этих местных выборах на многих традиционных своих регионах, например, на Киевской области. Чего не случалось никогда за всю историю этой политической силы. Начинается закат Тимошенко и ее партийного проекта. Энергия идет на убыль. Жизнь политического проекта, а тем более в Украине, недолговечна. И «Батькевщина» – это уже кавказский такой долгожитель среди партий. Так долго в Украине политические партии не живут. Но напоследок я должен пожелать всем, кто пролетел на этих выборах, звучит песня, с которой мы сегодня начали. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok